Схитма читмил – модное иностранное понятие, которое перекочевало к нам из английского языка и в дословном переводе означает «обманывать еду». В своих дневниках пользовательницы нашего портала для худеющих часто делятся своим опытом использования данного метода в деле похудения. Сегодня мы решили посвятить читмилу отдельную статью и разобраться, в каких случаях на самом деле способ эффективен для избавления от избыточного веса. В отличие от диеты, в процессе которой вы разгружаете свой организм от определенных продуктов, читмил означает загрузку любой едой, которую вы любите. Желаете сладостей? Выбирайте на здоровье самый аппетитный кусок торта в витрине, а лучше сразу два. Желаете бургер с жареным картофелем фри? Заказывайте большое меню и не забудьте стакан колы. Соскучились попиться? Берите ту, что посытнее. Но в чем, позвольте спросить, обман. Возмутится худеющий читатель? На первый взгляд, читмил выглядит как безумство, срыв, вызов правильному питанию и здоровому образу жизни, который, вне всякого сомнения, приведет к набору лишних килограмм. Но не все так однозначно. Дело в том, что такое отступление от сбалансированного питания, по правилам читмила, дозволено один раз в неделю, и только вместо одного приема пищи. Если же у вас чрезмерно избыточный вес, то читмил можно себе позволить и вовсе один раз в 2-3 недели. Что же происходит на самом деле во время такой загрузки вредной едой, и почему мы говорим о читмиле как о способе похудения? Вы удивитесь, но к читмилу прибегают даже профессиональные спортсмены. А все потому, что такие плановые и контролируемые загрузки имеют двойной положительный эффект – эмоциональный и физиологический. Эмоциональная польза читмила Эмоциональный эффект срыва в еде понятен. Вы позволяете себе любые гастрономические изыски, в которых отказывали себе все шесть других дней недели, а может и дольше. Однако, когда вы знаете, что гарантированно съедите все, что пожелаете один раз в неделю, то воздержание в остальные дни дается куда проще, чем вы ограничиваете себя на неопределенное время. Парадокс читмила состоит в том, что он помогает не сорваться с правильного питания на куда более продолжительное время, чем если вы просто ставите себе безлимитные барьеры в наборе потребляемых продуктов. Такой подход позволяет вам чувствовать себя полноценным членом общества, а не обделенным и обреченным. С читмилом вы в прекрасном настроении и не испытываете злобы на подругу, безнаказанно уплетающую высококалорийный кусок торта на ваших глазах. Вы же знаете, что точно такой же десерт сможете себе позволить в условленный день читмила. Физиологическая польза читмила. Физиологический эффект регулярных плановых срывов в еде тоже выглядит довольно радужно. Оказывается, они помогают стимулировать метаболизм. Особенно это актуально для тех людей, кто вышел на эффект плато в процессе похудения. Состоит он в том, что в определенный момент, когда вы постоянно ограничиваете себя в объеме потребляемых калорий, организм их попросту начинает складировать и расходовать весьма экономно. На деле это выражается в том, что вы придерживаетесь режима сбалансированного питания, занимаетесь спортом, а показания напольных весов не меняются. Ваше усердие в процессе похудения перестает приносить видимый результат. И тут случается читмил. Ваш организм от неожиданности набрасывается на усваивание с запасом поступившей в него еды. В итоге метаболизм работает на повышенных скоростях еще несколько дней, хотя читмил уже давно окончен. Вот так-то мы и обманываем еду, оказываясь в двойном выигрыше. Эмоциональное удовлетворение и ускорившийся обмен веществ. Однако, прибегая к этому приему, главное не заиграться и не обмануть самого себя. Чтобы читмил действительно принес вам упомянутые выше результаты, имейте в виду следующие подводные камни. 1. Если вы придерживаетесь ПП время от времени и по большей части питаетесь высококалорийной пищей, то читмил вам не поможет в похудении. 6 дней в неделю ваше питание должно быть низкоуглеводным и белковым. Только в этом случае можно планировать читмил. 2. Если вы довольно слабохарактерны и замечаете за собой, что даже небольшие вольности в питании ведут к отказу от ПП вовсе, то лучше не дразните себя читмилом. В некоторых случаях эффективнее не начинать эту практику, так как она ведет к глобальному срыву сбалансированной схемы питания. 3. Чтобы сполна насладиться едой, откажитесь от параллельного просмотра телевизора или серфинга в интернет. Иначе и съедите больше, и должного удовольствия не получите. 4. Читмильте в разумных пределах. Все же вредная еда – это стресс для вашей поджелудочной. Ориентируйтесь на дополнительные 1000-1500 копеек кал во время читмила. Если в калориях ориентируетесь с трудом, то возьмите за ориентир 10% от съеденного за неделю. По возможности постарайтесь еду для читмила приготовить сами. Пусть это будет торт, но собственной выпечки или многослойный салат с майонезом, но собственного приготовления. Так вы точно сэкономите и на бюджете, и количестве поглощенных транширов и вредных калорий. 5. Наименее вредным читмил будет после тренировки. В этот момент метаболизм простимулирован и наилучшим образом подготовлен к задуманному вами гастрономическому стрессу. 6. По возможности не устраивайте читмил перед сном. Вам и самому будет тяжело со всем этим грузом уснуть. Лучше дать организму хотя бы пару часов на переваривание внушительной порции калорий. Придерживайтесь советов данной статьи, и тогда действительно вы сможете есть все без ущерба для фигуры. Ставьте отметку «Нравится». Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Алиса Иванова. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok